он правильно мне ответил то есть тут даже никакой обиды с вами должен быть давно дружи он даже хотел он балдел когда его присадил на рыжий этот simply red тёчего то есть мы с ним давно дружим когда-то хотел даже что я разговаривал с вами говорит петь ну действительно у меня последнее время сейчас клипов вообще не было то есть там же оценивается смотрит это работа горит но мы не можем и тогда было бы не по чесноку если я попал сказать да вон цыган заплатил как-то можно как пролезть я знаю как ну это было бы нечестно мне последний год ни одного клипа ни одного абсолютно то есть все повыезжали те гонорары я так не зарабатываю поэтому а клип сейчас хоть и говорят ой сейчас так дешево клип дешево но минимум 10-15 потому что за пятерку клип снять и ты попадаешь потом и понимаешь что ты снял фуфло идея главное да согласен можно и фотоаппаратом за за трёх год но вот я снял сердце львийцы и сил и как бы целый год ничего не снимал поэтому было бы несправедливо как относитесь к подобным премиям ну собственно как относитесь к подобным премиям ну не нравится что хоть есть те вещи которые если их не будет ну как тогда будет знаете это как военных пора должно быть мне кажется у нас все-таки хорошие ну много знаете даже здоровую собаку могут закусать блохи но артистам нравится людям нравится все пытаются попасть туда какая-то перенство ахиллы друг другу везут класс тем более это музыкально следующий вопрос на скольких инструментах играете и чего вы в музыке не умеете ну наверное я не умею меня всегда удивляет мой сын сейчас занимается в этой же школе в как пианист конечно я это с детства и вот сейчас анализирую 42 как люди все-таки писали не обязательно сейчас знаете шаблон бак нет ну бриг мендельсон шопен это наверно недосягаемо а остальное все наращивается а на каких инструментах ну я же выезжал не только клавишникам раньше вообще музыкантов в сочи такой пятак он назвался пятачонки то есть приходи приходили директора той или иной групп потому что набирали музыкантов и я входил в плеяду социализм мы не знали тоже кеша это только монетарист до сих пор дружим как бы и входил и приезжаешь на на пятак заодно море там потусовался три дня на калине там есть калина такого кафе там собирается приходили где директора например там ой нужен басист с кем там с барыкин у него вылетел басист все там чувак я могу да ты идешь в гостиницу тут же самое главное знать программу поэтому мы сидели наизусть учили именитых артистов и оставались на хорошем счету работа то есть не заменим вот это пословица незаменимых нет то есть ну кто-то набухался там на маршруте поругался выкинул телевизор с этого все идет чп его тут же с ансамбля тут же на на пятак потом позвонили нужен клавишник поэтому бас гитара клавиши ударные добрый день петя с какого момента вы поняли что хотите стать певцом ну частично нажать я тебе вроде бы так были ли вообще другие варианты применить себя знаете я отвечу анекдотом ты знаете одна девушка директора заводской столовой уже с детства знала где проходить ее свадьбу я просто то есть ну представьте династии артистов я обезьянничал уже с малых лет с трех лет я играл на марабан с трех лет на мама выпускала меня на сцену и зритель думал что цыгане обманут что лилипута какого-то и приходили после концерта щупали меня ребенок или нет ну воспитался дэйвэйкл берег обман анекса куми все это поэтому меня я обезьянничал перед зеркалом уже уже проверял да если конечно бог не дал бы мне быть артистом конечно футбол я очень страшный фанат футбола еще сделала команда мне динамо киев и боженко так сделал что у меня до сих пор автографы есть а сейчас я с ним надо хожу в сауну даже париться и так приятно вообще уделяясь подная лежа михальченко там и тушенкова тоже не больно и я им показывал еще не было же вырезки мне альбом вырезки кто что сказал им как принес альбом так ты шоу сейчас мы действительно дружим он михальченко помогал мне вообще когда мама умерла то есть папу спасали и вот как судьба сейчас знаешь можем действительно позвонить извините за вот именно кем-то уймся так приятно вообще петя у вас миллион музыкальных образований вы считаете что музыкант обязательно должен знать вы понимаете я пусть это будет грубо я всегда отношусь к тому ну как можно ну пусть хотя бы понимать я понимаю что есть талантливые люди которые берут гитару и действительно это такая редко чтобы это было на на самом деле хорошо надо знать но даже если ты ты тогда понимаешь что такое тон полутон хотя бы почему ведь каждая интервал это это определенное действие ведь почему до это целая энциклопедия вселенная с соль вы солнце соль и так далее их имеет вот есть даже сетка на самом деле каждый интервал это целая и целые эмоции нас учили что например если ты хочешь написать создать серийную это малая секунда малая секунда поняла а поэтому когда мультфильм для детей рерисовали тревога требовал волку внеса почему на слово ставили три года потому что если ты на секунду поставили слова любовь любовь это всегда секс вверх. Понимаете, есть это целое, конечно, есть индивидуумы, которые, как я в Балдею, но если врач, ну хотя бы нотный стан знать. Ну как? Человек, который знает три аккорда есть, там все думают, вот Цой там, конечно, так Цой потом реально учил ноты, учил это, все гармонию. Пусть не надо, конечно, быть энциклопедиком, таким энциклопедиком, что я сказал. Да, но хотя бы базу-основу, потому что это получается как бы шаблон какой-то. Ну вот, кстати, вторая часть вопроса по поводу шаблона. И еще хочу спросить, почему в нашем шоу-бизнесе все такое однообразное, что по все, что в уроке? Может от того, что образования не хватает? Вот то, что я сказал, то, что хотя бы знать интервалы, тогда легче будет сочинять и петь, и новые песни. Ты если вот почему, когда Дю Павел там, 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 какие кварты? Оно сразу идет, кварта, призыв. Та-дам, та-дам, бери ложку, бери хлеб. Все, ты уже понимаешь, какой текст сложить на кварту. Понимаете? То есть это должно быть. Тогда идет гармония. Вот урок у нас гармония был. А когда ты на, вот тебе захотелось вот так, а я тебе сказал. Ну, пожалуйста. Ну, песня уже есть, типа, да. А почему? Та-да-да-да-да-да. А если я тебе сказал, уже по-по-по-по-по-другому оно звучит. То есть ты правильно старишь. Ну, в общем, это все равно, что сочинять стихи со словарным запасом в 15 с половиной слушать. Совершенно верно. Следующий вопрос. Я слышал, что после консерватории вас мотало по стране. Ну, оказывается, не только по нашей. Говорят, вы были барабанщиком коррозии металла и еще Ирина Аллегрова работали плавишником. Почему вы не остались в российском шоу-бизе? Ведь теперь там больше возможностей. Дело в том, что я хочу вам даже, может, скажу сейчас такую вещь. Я даже сейчас в Каннах, когда работал, это было, ну, до военных действий, когда не было с Россией такой конфликт со страной-агрессором, то на мое выступление был президент Геннадий Путин. И вот, я не знаю, как сейчас, ну, отреагируют люди, но самое главное, не дорога пляска, а дорога выходка в основном. Я почему? И вот после сердца львица он был, с добавил, говорит, вы приятно удивили вас, чудесный голос, так что приезжайте к нам. И я, мой звукорежиссер, вся команда, говорит, ну, блин, чувак, у него любимая группа, любая, там, это, а сейчас ты что, чтоб такое сказать? И мы действительно, а потом, когда началось, я сразу же остановился, потому что, вы знаете, у каждого имеет право выбора. А то, что остаться, я могу тоже объяснить. Я приехал тогда, ну, после этого всех, а мы дружили тогда с фантомом, группа такой, чувак с девочкой пел такой, ну, так двигался, Юрко, Юрченко, там, я иду. И они меня как-то взяли на концерт. Я как увидел стадион, еще они забивают, думаю, нифига, приехал сюда, здесь такой развернутый шоу-бизнес. А там что, ты все равно ездишь, как говорят, ну, да простят меня всем, ну, так называют, слайк, слайк, это вот музыканты, бегаешь туда-туда-то. И я, честно говоря, так устал бегать уже потом. Как-то все это задрало, извините за веки. Думаю, ну, как-то, знаешь, уже восемь поприехала здесь, в моем родном Киеве. Такой шоу-бизнес классный. И я вот начал уже. Сначала сел в гидропарк, в ресторан, представляете, после всего. Очень довольна, так, в эту мясорубку. Вот, все там было. Но на меня начали приходить очень такие люди. Я познакомился. И так оно, потом вот эту песню. Пошло, пошло, пошло. Все равно, понимаете, я искал, я с детства вот любил, ну, не то, что любил, а лидерство у меня было. Вот в школе я был в классе внутренних слов. Я до сих пор помню, что такое демократический центральный, как говоришь. Принцип организационного строения. То есть, если я писал творы украинскую мову, Инаида Бакяревская, моя Бакешина, руки-матерь, то мои творы показываю, как приплаты, как треба писать, вот, срана, как, вичевая, ну, и так далее. Поэтому я устал от того, что, знаете, вот, все равно вот даже Ирина, но я благодарен этим коллективам, потому что благодаря Ирине я в Сочи нашел свою судьбу жену, с которой вот, которая меня за 23 года еще не выгнала. Она обычно как, вот ты приезжаешь со звездой, да, музыканты обычно, ну, условия были нормальные. Вот она говорит, так, мальчики, я улетаю, следующий у нас Ставрополь, вы остаетесь на 3 дня в вашем распоряжении, а мы в Лазурке жили, пляж это, кормят, эх, ты шо, 20 лет, вот, и как-то так получилось, а там в Лазурьном работало цыганское шоу, говорит, и мои чуваки говорят, Петруха, ты сними почеревку, что мы билеты будем, я говорю, посмотрите, сейчас попаду в этот шатер, говорю, вы меня потеряете, так и случилось. Я пришел, а там моя судьба, вот, Диана, с которой я с детства еще, оказывается, был, дружил, просто судьба раскинула нас, вот, и, а так, вот, это все скитание мне надоело, я имею в виду не для стролей, я любил, ну, как, нет, я имею в виду скитание, нет, я люблю, езда для меня, скитание, что ты только войдешь в коллектив, понял, там, раз уже, в общем, хотелось своего чего-то, сам получался, только ты, как-то знаешь, поездил, там, две недели, там, месяц, ну, в зависимости, какой тур, раз, там, басисты справился, все, тебя, естественно, двигают, а вот это вот, немножко, ну, опять ищешь, там, знаешь, потом к Саше бы, ну, попал, ну, вот так вот, и я как-то подпредель начал свое делать. Так, следующий вопрос, бум-бум-бум-бум-бум, вижу, в контексте всего, что происходящее между Украиной и Россией, вам жаль, что так произошло, хочется услышать мнение представителя независимого народа? Ну, знаете, я отношусь к этому, наверное, скажу словами Толстого, какое-то предательство я чувствую, знаете, вот Толстой как-то сказал, что предательство, это как будто тебе обрубили руки, простить можно, а обнять уже никогда, знаешь, как-то в голове у меня просто не укладывается, что два братских, моя нация, да, слишком маленькая, чтобы делать такие большие ошибки, это долго будет, еще поколение надо, чтобы, потому что дети уже понимают, эти мои малыши, я в классе, как я могу относиться, если позавчера мой сын, 14-летний, я поздно пришел, и он заснул в нашей комнате, но мама пошла в его комнату, и под утро я просыпаюсь, думаю, что такое, а тут его нога, но, и я поворачиваю ногу, поворачиваюсь, а он у меня в вышиванке спит, ну, как я могу относиться, конечно, то есть рвется сердце, что так к нам, да. Следующий вопрос. Скажите, а представители цыган в нашей нынешней войне воюют, как цыгане, в принципе, относятся к войне? Война это беда, здесь побед нет, любая победа это поражение, то есть как цыгане относятся, ну, цыгане это, любая нация, любая нация, это какие-то обычаи, кто-то кушает руками, кто-то кушает палочками, у нас тоже, цыгане это обычаи, это фольклор, но как человек может реагировать на, по национальности, если это горячо или холодно, то есть, естественно, это боль, естественно, у нас есть пацаны, которые в АТО служат, есть, из Киева, из Чернина, я ездил по этим городам, ну как, а нацгвардия наша, вот солист, главный солист на нацгвардии, Леонид Сандуленко, народный артист, он же с болью, с болью. Ну вот, кстати, второй вопрос, а можно назвать, можете назвать характерные черты вашего народа, которым, по вашему мнению, хватает славян? Да. Например? Наша нация, ведь, заметьте, единственная нация в мире, у которой, ну как, мы любим, я вот получил образование, я считаю, Украина, это моя, не то, что считаю, а страна, но если по большому счету говорить, да, вот без сердца, без душевности, ведь единственная нация на земле, у которой нет своей страны. С годами хочется тоже на диванчик так включить и посмотреть какие-то цыганские новости, кто какую коммерцию сделал, знаете, как там одному цыгану, допустим, поймали какого-то за наркотики, и нас очень жестко относятся на цыганском суде, такие люди, могут выселить из города, только новости. Поэтому я бы хотел, чтобы вот братский народ, да, славянский, не терял одну вещь, вот наша нация держится только лишь на одном, уважение к старшим. Вот хоть ты будь семи пядей во лбу, семи пядей, ты крутяк, но если ты сидишь на свадьбе и старик тебе сказал, пусть он не прославленный, пусть он, старик тебе сказал, прижми свои уши сама, ты все, извини, извини, ты сразу раз. Я вот смотрю ZTV канал, даже вот танцуй, Индия танцуй, да, казалось бы, думаю, что очень, да, ну ZTV канал есть, у меня жена, она как Редха, поэтому я утром сериалы просыпаюсь, смотрю, мне новости надо, она их наизусть, и танцуй, Индия танцует, там Митхунчик Рабортина, например, все молодежи, они подходят, да, и вот как у нас там бывает, говорят, ой, сердце, твои ноги, моя голова, то есть это, поэтому это уважение к старшим, раньше это было, конечно, было, уступали в трамваях, а сейчас ты посмотри, ты подойди к любому молодому, там что-то скажет, он слышит, пошлет, но сохрани помилу, чтобы молодой цыган просто взял незнакомого цыгана, послал, скажет, сынок, кто тебя воспитывал, животные или что-то, вообще-то, понимаю, что есть ли, вот уважение к старшим, на этом все держится, поэтому смотрите, вот, казалось бы, нет страны, нет правила проживания в гостинице, не будет в постели, а все четко знают, у, цыган, они это обычаи держат, правильно, потому что уважение к старшим, завещает вопрос. Получается, что и у вас, у вас уже тоже нарушаются традиции, да? То есть, или вы говорите, что... Нет, наоборот, у нас держится это, у нас уважение к старшим до сих пор не теряется. И дальше, потому что сейчас дети выходят из-под контроля... Да, у нас нет, у нас это вот очень строго, строго, при том, если там кто-то потерялся, то если... Показывают, куда и как. Да, ну, цыганский суд, говорят родителям, мы слышали, что твои дети Ахамеевы, это далеко, ему уже будет тяжело жениться, вообще с ним чай не будут. Вот, у нас же говорят, о, это Парамонт, сын такого-то, это чувак, слабая семья, у них достоинство, честь, монет, такое. Просто сейчас я говорю, а люди думают, а как же вот эти, которые ходят? Вы знаете, я знаю 24 диалекта цыганского языка, то есть 24 диалекта. Теперь я знаю, что цыганский язык, и касты, и касты. И вот я подхожу, которые в кавычках цыгане, вот, они говорят, и я не понимаю их. Потом я уже знаю, что это мадьярский язык. Вот, а все, вы понимаете, то есть то, что Гашик описывал, австра, вот это, мадьяр, я не говорю, что это, ну, цыган себе не позволит, знаете, Николай Алексеевич Личенко хорошо ответил, когда говорит, как вы относитесь к цыганям, которые просят? Говорит, ну они же просят, не отнимают. Вопрос. Петя, верите ли вы в гадания и что цыганские гадалки предсказывают в ближайшее время в Украине? Я вам хочу сказать, сейчас у Румен все отняли. И гадания, и просения, прошения. Я вот удивляюсь, включаешь канал вот так, сидит белопурая Жази и рассказывает, что ее ждет в ранней дорожке. Да гадают у нас цыганки, но вот так вот ты никогда не узнаешь. Вот те, которые гадают так, что, я же помню еще по своим, вот мои там в Ясной Поляне, которые живут, они до сих пор в коней там все. И я когда на каникулы приезжал, мама на гастролях, например, где-то в Владивосток. Туда пока доедешь, уже каникулы закончатся. И я ездил к своим, они меня все там академикам зовут, ну естественно, образование не каждый может получить. И у нас там, я заикался очень серьезно. Вот даже мои педагоги, Лысенко, очень помнят. До пятого класса. И я к чему говорю? И я же был, ну как бы, председатель сначала пионерской организации, потом в седьмом классе Комсор. И вот этот пятый швид, пятый, да, председатель, то есть я на таких, Макаренко записки к сыну, все там. Ну и Джанейро еще хватало, это там было. И получается, что я приезжал туда и все рассказывал по вертикали. Я говорю, что вы как индейцы, говорю, какое, какой, ну, я же с Киева, школа Лысенко. Академик. Да, академик. Что вы как индейцы, вам надо, ну, давал такого. Я говорю, что с Вебесной, Соня, бабушка Соня, ну, это не наша, а там, она могла лечить, гадать, страшно. Говорит, не зли меня, сынок. Я говорю, ну, что ты мне сделаешь, что она, не зли меня. И вот я запомнил на всю жизнь, вот так стоял стакан с чаем, он вот так вот начал двигаться, она так не зли меня, и вот так вот двигается. Будучи академик, я понимал, что творится. Вот если бы я был менее грамотным, я бы сказал, да, а у них это как здравствует. Попадить у старших не уложить. То есть я заикался, что только не делали мне. Я попал к ней, она поработала со мной два часа, я утром встал и уже не заикал. Ну, когда только к керну забрасывает, бывает. Гадают цыганки иногда, притом это передается, даже женятся иногда на, представляете, на двоюродных, чтобы это не перешло. В другой раз. В смысле, чтобы... Да, на двоюродных даже женятся, чтобы это не переходило, потому что это... А все это в исторический факт. И сейчас смотришь, знаешь, там, белокурая жази гадает, да простят меня все боги и все люди, я понимаю, что действительно... Но, когда рума раньше... Так у нас хоть с детьми настоящими ходили. А сейчас... Понимаете, о чем я говорю? То есть я не кощунство, я всегда есть возможность даю. Но чересчур этого уже... То есть когда рума ходили с настоящими детьми, то есть гадания забрали, забрали. Ну, то есть вот это... Не, ну, а все-таки, о Вашей гадалке что говорят по поводу будущего? Вот на Пасху посмотрим, мы будем загадывать, у нас скоро Пасха, сейчас пост. У нас на Пасху все женщины, ну, Киев там, собираются, уходят на ночь, ведра пекут, вот такие Пасхи и загадывают, разговаривают, ну, тесто Божие дают. Посмотрим. Интересно. А какая-то цыганская Пасха? Она настолько вкусная, потому что не жалеют ни яиц, ничего. Ну, можете себе представить, вот такая вот, да, вот такие как. Пасха у нас два очень знаменательных, это Рождество и Пасха. У нас Новый год так не отмечается, как... И так посидим там, поприкалываемся. Не, ну, есть какие-то особенности? Загадывают на человека, вот сейчас все сказали, что будут загадывать на Украину, на наш Тхан, на нашу землю Тхан, земля. То есть, что будет, да, поэтому... Говорят, вот как, вот, например, в прошлом году, бывает на человека загадывают, там, раз, что ждет, как, что. И вот потом, если Пасха получилась внутри пустая, с дырками, как-то так все. Они на Пасху, вот, начинают гадать не только на Пасхе, а и так снимают себя всякие. Видно. А можно мы вам позвоним и спросом, что они там были дали? Теперь уже даже без вариантов, то есть, вот так сказали, я уже, ну, в планах... Нет, те, которые ходят по улице, там, схватили, там, волосы говорят, ой, все там, знаешь, ну, это понты, ну, те, которые гадают, вы никогда не узнаете. Вот она, она подойдет, скажешь, по годам именно, то есть, она скажет, женщина, что вы, 21-й, как вы готовы? Такая солидная женщина. Потому что, по-настоящему гадание, это, да, она берет на себя грех, она живет отдельно. Есть такие, которые отдельно живут вообще, бабушки специально, чтобы на них это, ну, что, просто все-таки... Нация удивительная, конечно, я вот с точки зрения академического образования, да, удивительная, вот такая действительно тайна. Ведь Пушкин в свое время, Толстой, он сказал, как цыгане поют, передать невозможно. Да есть ли на свете такие слова, что грусть и нежно, тепло и тревожно, то с весельем таким, что хоть с плеч голова. Как цыгане поют, нет, не слышится выше, ни душевность, ни боль, ни душевный роман. Ведь не даром Толстой, умирая, сказал, как мне жаль, что я больше цыган не услышал. Это ясная поляна у вас в голове. Ну, я родился. Буквально еще несколько вопросов. Самый ценный совет, который вам дали, и кто это был? Ну, это было еще в детстве. Я его как бы запомнил. Ну, конечно, в основном, это мой отец, покойный, который всегда учил меня таким, коротко, но четко, и мама такие пословицы. Сейчас я понимаю, что это оставаться самим собой, но папа говорил, сынок, помни, лучше кушать черный хлебушек, чем белым дариться. То есть, это пусть по вертикали разложить, и я это всегда, вот, у меня помогает в этом жить. У меня сразу, ведь богатый человек, которому хватает. Мама говорила, сынок, помни деньги, или это чеканенная свобода, или помет бесов. Чеканенная свобода, или помет бесов. Вопрос, на что вам не хватает смелости в творчестве? Блин, вы сказали, прайтичка на него свобода, теперь зависаю по праве. Блин, если на высокогубок правит. Я, мне не хватает наблости той. Когда вот я смотрю, например, некоторых, извините за грехи, бездарных людей, но они это так подают. Тут, блин, вот мне не хватает вот это немножко, даже, я под зодиаком, но я не врачок, но в Июльске 8 июля родился, поэтому и Пётром меня назвали. Потому что 12-го Петра и Павла. Мама хотела Шандра назвать, а бабушка, она, в 87-м году, когда она у неё, она немножко говорила, Шандр, Хиран, да Петро в день.